Иногда возникает необходимость посчитать, сколько времени человек находился в контролируемой зоне. Посчитать и, может быть, рассчитать стоимость. Стоимость этого нахождения. Этим и занимается программа ARIA. Как и любую программу, ее необходимо сначала внести какие-то настройки. Для этого открываем файл config.area.exe. Вот она. Здесь в данном случае программа автоматически нашла com-порт. И определила номер конвертера используемого. Далее открываем вкладку временные зоны. Необходимо добавить хотя бы одну временную зону. По умолчанию начинается временная зона с 0 часов. Необходимо обязательно задать ей название. Первое. И определить стоимость. Это стоимость нахождения в зоне. 2 рубля. Это стоимость в минутах. Это максимальная или базовая стоимость. Минимальная 1. От чего зависит максимальная и минимальная? Она зависит от уровня обслуживания каждого конкретного клиента. Это тоже можно будет задать. Итак. Начало в 0 часов. Давайте добавим еще одну зону. Вторая. Количество зон не ограничено. Так. Время начала. Ну скажем. 17. 15. 15. Базовая стоимость. Здесь уже возьмем 20 рублей за минуту. И минимальная 10. Числа, понятно, могут быть произвольные. Но единственное, что базовая, конечно, должна быть больше минимальной. Окей. Вот мы создали две временные зоны. Теперь можно добавить карты. Карта добавляется путем поднесения карты к считывателю. Она автоматически считывается. Определяется ее номер. Здесь можно записать имя. Вася. Установить уровень обслуживания. От 0 до 10. Окей. Это один из способов. Обратите внимание. Здесь можно сделать импорт и экспорт данных. Мы воспользуемся этим способом. Я удаляю. Да. И попробуем произвести импорт данных. Из файла Excel. Открыть. Так. Список. Открыть. Вот. Мне не пришлось заносить данные заново. Они уже есть. Понятно, что эти данные можно занести. Взять список сотрудников организации или еще какой-то. Либо просто номера. По умолчанию будет просто подставляться номер ключа. Итак. Данные у меня заполнены. Обратите внимание. Есть еще уровень обслуживания. Уровень обслуживания, как я говорил, может быть от 0 до 10. 0. Это самый низкий уровень обслуживания. То люди с нулевым уровнем обслуживания. Значит, для них стоимость нахождения будет максимальная. То есть базовая. Те, у кого будет максимальный десятый уровень. Для тех стоимость обслуживания будет минимальна. Ну, в общем-то, наверное, и все. Можем начать работу. Для этого мы нажимаем для открытия программы, для загрузки программы Area. Вот она. Сейчас она пустая. Она сразу автоматически открывается в трее. Все данные пустые. Нет отчетов, нет логов событий. Но нам сейчас это особо и не нужно. Такие еще дополнительные настройки можно сразу сделать. Для этого нажимаем на вкладку настройки. Автозапуск вместе с системой Windows. Да, действительно это можно сделать. Тогда программа будет стартовать автоматически. Значит, можно настроить размер, название шрифта, вид его. Выбирается из списка доступных. Размер. Максимальное и минимальное количество сообщений и время показа в секундах. Я поставлю 3 секунды. Выбрать язык. Русский, английский. В принципе, можно подгрузить любой язык. Перевод осуществляется просто с заменой, добавлением еще одного файла другого языка. Вот. Теперь вкладка видеоинтеграция. Видеоинтеграция. Здесь у меня сейчас настроено на работу с программой LuxRite. О ней я скажу чуть позже. Но настройка очень простая. Мы указываем место, где расположен этот сервер. Указываем логин. И вписываем пароль. Далее нажимаем обновить. И в выпадающем списке появляется список подключенных камер. В данном случае камеры не были подключены. Я забыл их подключить. Давайте посмотрим, что для этого нужно. Я запускаю сервер. Вот программа LuxRite. Ок. Теперь я должен запустить еще Broadcast сервер. Программы. Видеоменеджмент. Broadcast сервер. Он тоже запустился. Хорошо. Теперь я нажимаю обновить. И у меня в выпадающем списке появилась камера. Я ее выбираю. Можем посмотреть, что эта камера сейчас показывает. Нажимаю фото. Это фотография. Если я хочу увидеть видео, я нажимаю автообновление. Теперь камера показывает, что реально происходит. Ок. То есть камера настроена правильно, спозиционирована так, как нужно. Значит, следующие настройки. Интервал между регистрациями. Если я поставлю большой интервал, ну скажем, 1000 миллисекунд, то тогда карточки можно будет подносить, то есть считыватель будет реагировать на эти карточки только в интервале 1000 миллисекунд. Быстрее это сделать будет нельзя. Но это было одно из пожеланий заказчика. Но мы ставим по умолчанию 0. Смещение времени в секундах. Это для видеонаблюдения, для того, чтобы определить. Можно посмотреть время чуть раньше или чуть позже того, когда поднеслась карточка. Ну, для старта. Шаг просмотра это то, с какими интервалами будут показываться фотографии. Это будет понятно чуть дальше. Ок. В общем-то мы все настроили. Теперь можно свернуть и посмотреть, как это работает. Я подношу карточки. Вошла Маша. Сразу всплывающее окно появляется. Саша. Миша. Даша. Последнее сообщение выводится внизу. Вот. У меня все люди сошли. То есть показывается время. Давайте мы время увеличим. Время показа. Потому что получается слишком быстро. Ну, скажем, 8 секунд. Ок. Теперь сообщения будут висеть подольше. Вот. Юля пробыла 0. 0 часов 0 минут. Тем не менее сумма 13. Потому что сумма большая и округляется в большую сторону в данном случае. Вернее, до минуты. До минуты округляется. То есть это было больше половины минуты. Человек там пробыл. То есть какое-то количество секунд. Так, давайте посмотрим, что у нас получается в итоге. Маша пробыла какое-то время, да? Юля вошла. Так, это мы отложили. Даша вошла. Миша пробыл одну минуту. Так, Саша пробыл тоже одну минуту. Петя в одну минуту. И Коля в одну минуту. Теперь можно посмотреть, что там будет с Дашей. И Юлей. Все. Все люди у нас вошли и вышли. Можем посмотреть отчеты. Открываем программу. Вошедших нету. А вот лог событий, которые были. Насчет вошедших нету. Вот я вошел. В смысле показываю, что два человека вошли. И мы можем всегда посмотреть, сколько человек в данный момент находится в помещении. Ну или в зоне. Контролируемой зоне. Так. Лог событий. Если я могу отсортировать, вернее, я могу посмотреть, как происходили эти события. Подвигать фотографии следующую и предыдущую. Процедура входа. Теперь посмотрим в отчете. В отчете есть, сколько человек пробыл. Во сколько вошел, во сколько вышел. Сумма, которую ему необходимо заплатить за то время, пока он находился. И итоговая сумма отчета за весь день. Здесь указаны уровни обслуживания еще. Мы можем отсортировать. Вошедших по номеру. По имени. По уровню обслуживания. Когда человек вошел. И когда вышел. Ну, либо по сумме. Наверное, все-таки правильнее сортировать по порядковому номеру. Тогда будет понятна последовательность. Здесь мы тоже можем нажать. Посмотреть, как человек. Кадр, когда человек входил. И как он выходил. Видно, что действительно и там, и там был Петя. Здесь показывается время входа и выхода. Давайте еще раз обратим внимание. Вход. 17 часов, 16 минут, 10 секунд. Выход. 17 минут, 12 секунд. Регистрируется сам факт поднесения. Это был Петя. В данном случае должен быть Коля. Проверим. Так, здесь не видно было надписи. Мне здесь разрешения не хватило. Слишком быстро подносил карточку. Давайте посмотрим на Юле. Программа дополнительно строит отчеты. Это так называемый товарный чек. То есть здесь указывается реквизит организации. Время, когда человек вошел. Когда вышел. Сколько времени он пробыл. Стоимость. Ну и итоговая сумма. Так. Закрыли. Посмотрим Юля. Вот здесь видно, что это была Юля. И здесь видно, что это Юля. Надо было бы помедленнее заносить. Посмотрим Дашу. На входе. На выходе. На входе Дашу. На выходе Даша. Все нормально. Все хорошо. Теперь можем посмотреть отчет поподробнее какой-нибудь. Например, вот этот. Смотрим. Товарный чек вошел в 17.16, вышел в 17.17. Пробовал одну минуту. Стоимость 18 рублей, сумма 18 и того 18. Мы можем изменить значение данных. Ведь не у всех организаций. Не у всех клиентов организация называется MedTech. Давайте попробуем посмотреть, как это меняется. Сворачиваем. Открываем папку. Открываем папку. Смотрим. Смотрим. Landages. Здесь есть файлы на английском языке. Angle. Angle. И на русском языке. Конфигурация на русском языке. И здесь все необходимые термины имеют переводы. То есть не переводы, а вписаны. Вы можете вписать сюда все, что угодно. И оно будет выводиться в то место, где был предыдущий текст. В данном случае вот мы видим o.npf.med.tech. Мы напишем рога и копыта. Так. Рога и копыта. Хорошо. Файл сохранить. Сохранили. Теперь нужно перезапустить программу. Это я запустил настройку. Теперь, собственно, файл отчета. Давайте посмотрим, как изменится отчет. Открыли. Организация называется рога и копыта. Что ж, пожалуй, это все.